Лэнни. Правящий герцог Адерский мялся, не зная, как приступить к разговору. «Да, Геверт», — кротко отозвалась сестра тишины и смолкла, догадываясь, о чём хочет спросить её брат, но не желая идти ему навстречу. «Завтра бал». «Уже сегодня», — поправила она, пряча зевок. «Часы недавно били полночь». «Вот именно». Он прошёлся по комнате, задержался на минуту у камина подбросить пару поленьев и решительно сел в кресло напротив полу лежащей в уголке дивана девушки. «Я хотел спросить про Рози». «Мы же договаривались. Ты не будешь про неё ничего спрашивать». «Нет», — упрямо покачал он головой. «Не так. Ты предупредила, чтобы я не спрашивал. И я терпел, пока мог. Но завтра бал, и она будет, как обычно, смеяться и болтать глупости». «Ну так это же её работа», — осторожно сообщила Лэнни то, что герцог и сам прекрасно знал. «Я поклялся не выдавать тайну», — несчестно взглянул сестре в глаза герд. «Иначе Сангор ничего бы не рассказал. Четверо юных балбесов из тех, кто вылез в свет на заслугах отцов, поспорили, кому из них удастся увезти её в банановую гостиную. А остальные делают ставки. Разумеется, я был против. Это бесчестно и неблагородно. И прямо сказал об этом Сангору. Но он говорит, насильно девушку никто тащить не будет. А если я её предупрежу, то он не будет делиться со мной секретами». «Не может быть. Сонливость стихоник как ураганом снесло. Даже ставки делают? А не объяснишь ли ты мне, братец, чем знаменита эта самая гостиная? Я слышала, там любят уединяться парочки. А вот как она обставлена и почему названа банановой, ничего толком не знаю». Примерно шестнадцать лет назад, когда король вовсю горевал по почившей королеве, один из старемских послов привёз ему в дар обстановку для гостиной в своём национальном стиле. Там зелёный, как трава, пушистый ковёр с яркими цветами, несколько длинных ярко-жёлтых кушеток, смутно похожих на бананы. Прозрачные занавеси, вышитые золотыми и шёлковыми нитями. Изображены на занавесях тоже пальмы и цветы. А все стены увешаны огромными зеркалами до пола, в которых всё это многократно отражается. Кто-то из шутников тогда сказал, что, войдя в эту комнату, чувствуешь себя карликом в саду, где падают с деревьев гигантские бананы.